Приветствую вас! Данный видео урок посвящен торговому модулю Orders Window. Для начала работы вам необходимо выбрать соответствующий тикер, которым вы планируете торговать, счет выпадающего списка. По умолчанию всем пользователям платформы доступно два тестовых счета. Также в этом же списке будут доступны реальные счета, которые вы добавите к платформе. Список торговых шлюзов доступен у нас на сайте в разделе «Поддержка» — «Торговые шлюзы». Далее выбираем количество контрактов. Можно менять их вручную. Отправить приказ платформе можно несколькими способами. Давайте начнем с самых простых и потом рассмотрим размещение сложных приказов. Первое. Правым кликом на графике в любой точке у вас появляется выпадающее окно. «Sell Limit by Stop» можно разместить по цене, на которой вы кликнули. Если я перемещаюсь по графику, то вы видите, что параметры данных приказов изменяются. Также можно сразу же купить, допустим, по лучшему биду. Мы видим, кликнув «Buy Best Bid» у нас разместился приказ по лучшему биду. И как только рынок позволит нам, этот приказ будет исполнен. Точно так же можно «Sell Best Ask» сделать. Мы видим, размещается тот же приказ. «Buy Best Ask» – «Sell Best Bid». Также можно отсюда же сделать «Trade Out». «Trade Out» закрывает все открытые позиции по данному инструменту и отменяет все выставленные приказы. Это что касается торговли непосредственно с графикой. Далее перейдем к простым приказам. Переключаясь между «Auto Sell» и «Auto Buy», мы можем размещать простые отложенные приказы непосредственно с графика. Выбираем, предположим, «Auto Buy». Кликнув на ценовой шкале, один раз левой кнопкой мыши, мы активируем линию. Выбираем интересующую нас цену, выставляем соответствующий приказ. Все, он отправлен и стоит на рынке. Ниже рынка на покупку будут ставиться лимиты, выше рынка будут ставиться стоп приказы. И с точностью до наоборот, на продажу выше рынка будет у нас «Sell Limit», ниже рынка будет «Sell Stop». Вот мы видим, приказ на покупку был исполнен. Что мы можем сделать? «Sell Market by Market», автоматически нажимая на один из этих приказов, мы отправляем приказ по рынку. «Sell Limit» мы отменяем, мы вне рынка. «Sell Trigger by Trigger» мы немножко рассмотрим дальше вместе со сложными приказами. Сложные приказы можно формировать несколькими способами. Если у вас уже открыта позиция, вот мы снова открыли по рынку сделку, но у нас к ней не привязан ни стоп, ни тейк профиль, как мы можем это сделать? В верхней части окна в панели управления есть кнопочка «Add Brackets», «Добавить корзину». Эта функция позволяет добавить сложный приказ, то есть стоп, трейлинг, тейки, у нас их может быть до трех, к уже текущей открытой позиции. Предположим, мы хотим стоп лосс сделать 10 пипсов по текущей позиции, тейк профит, допустим, 22 и второй тейк профит 35. Причем можно разделять профиты в процентном соотношении. Если у нас открыто 10 контрактов, то вот сейчас 100% стоит на первом профите, а мы поставим на второй 40. Что это означает? Что при достижении первого тейк профита рынком будет закрыто 60% от текущей позиции. В нашем случае это 6 контрактов от 10. Нажимаем Apply и мы видим раз. У нас тут же мгновенно к текущей позиции привязались ряд приказов. Стоп и два тейк профит. Cancel all, trade out и trade all out. Что они означают? Cancel all это отменить все приказы. То есть если я сейчас ее нажму, смотрите, раз. Отменятся приказы, но текущая позиция останется. Давайте снова к ней добавим сложный приказ. Подгрузили, Apply. Trade out. Нажимаем, текущая позиция закрывается и отменяются все привязанные к ней приказы. И в принципе все выставленные приказы по данному инструменту будут отменены. Trade all out. Это от закрытия всех позиций по текущему счету. По всем инструментам, по которым были открыты позиции на данном счету. И отмена тоже всех выставленных сложных приказов. Давайте сменим инструмент. Положим на золото. Как же нам добавить сразу, сформировать сложный приказ еще до открытия позиции? Мы видим в правом верхнем углу есть у нас brackets, корзины приказов. Активируем их. Мы видим, что цвет серого изменился на белый рядом с каждым типом приказов. Возьмем автобай и настроим его. Как настроится сложный приказ? У него есть параметр unit. В чем? В пипсах мы будем ставить профиты, стоп-лосс, трейлинги и прочее. В процентах от цены, либо в деньгах. Если вы хотите, чтобы у вас тейк профит был не в пипсах, когда рынок пройдет 10, 20, 30 пипсов. А конкретно в деньгах, то есть 500 долларов. Валюта естественно счета использует. Там второй тейк профит 1000, то можно использовать кэш. Если вы хотите в процентах, то в процентах. Соответственно в процентах от движения текущей цены. То есть если вы там открылись по 100 и ставите 1% тейк профит, то соответственно цена должна достичь 101 доллара. Второй тейк профит 2%, 40% поставить и так далее. Базово рекомендуем использовать сложные приказы в пипсах. Так проще для понимания и управления позицией. Возвращаемся. Ставим допустим тейк профит 22, второй 44, третий 55. Опять таки распределяем 20 и 20. Что это значит? Когда позиция уйдет в плюс на 22 пипса, 60% в этой позиции соответственно 6 контрактов закроется. Затем при достижении 44 пипсов закроются еще 2 контракта и окончательно. Если нам рынок даст все наши цели достичь, то будет закрыто последние 2 контракта. Предположим стоп мы сделаем 11. Трейлинг стоп. Передвижение стоп приказа в 0 или на другое количество пипсов. Сколько должен рынок пройти в плюс, чтобы трейлинг стал двигаться? Предположим опять таки 11 пипсов. ТС таргет. Трейлинг стоп таргет. Где трейлинг должен остановиться и дальше уже за рынком не двигаться? Оставляем 0. Это значит, что когда рынок пройдет в 11 пипсов в плюс, стоп перенесется в безубыток и больше двигаться не будет. Cancel all when. Когда будут достигнуты одно из условий, тогда отменить все остальные приказы. Сработка стоп лосса, тейк профита, либо то, либо другое. Мы пока здесь настраивать не будем. И смотрите, это можно сохранить сразу же в профайл. GC назовем его. Золото, да? Enter. Все, у нас есть сохраненный профиль уже для этого инструмента и настроенный сложный приказ. Применяем, нажимаем Apply и мы видим, что рядом с автобаем появились все условия, которые мы настроили. Когда мы кликаем левой кнопкой мыши, мы уже видим, что линии сложных приказов у нас отображаются на графике. Размещаем приказ. Мы видим, что сразу же прописаны все его параметры и так далее. Точно так же мы можем настроить для любого типа приказов. И мы видим, что к Sell Market применились точно такие же параметры для сложного приказа, как и для автобай. Давайте перенесем поближе. Все вот исполнено. Вот мы видим три профита. Наш стоп. Делаем трейдаун. Все закрывается. Теперь смотрите. Вы видите Working Orders. Когда здесь есть размещенный приказ, мы видим, что он отображается здесь. Если их больше, то, соответственно, все они будут отображаться. Также мы видим Trades. То есть уже совершенные трейды и открытые позиции. Отправлен был рыночный приказ на 10 контрактов. Тут же везде мы видим рабочие приказы. Трейдаут. Все закрывается. Перед тем, как перейти к триггер-приказам, хотелось бы обратить ваше внимание на информационную строку под выбором тикера и счета. Данная строка показывает вам номер выбранного счета. То есть счет, на котором вы торгуете. Его статус. Это тестовый демо-счет. Доступные деньги для открытия новых позиций. Это не сумма на счету, а именно доступные средства. Далее мы видим, что есть у нас блокированные средства. То есть, соответственно, уже 7500 вовлечено в текущие открытые позиции и доступных 96829. Далее FII. Это комиссия по счету, по всем заключенным сегодня сделка. Также мы видим, что сейчас по текущему инструменту у нас открыто на продажу 5 лотов. Плюс 1 пипс, вот 2 пипса. Это в динамике изменяется. Результат. И также показывается открытый P&L. То есть, открытая прибыль либо убытки по текущей позиции. Также мы видим здесь Close P&L. Прибыли или убытки по уже закрытым позициям. Теперь перейдем к триггер приказам. Что такое триггер приказа? Это классический стоп-лимит приказа. Что это означает? Вы можете устанавливать цену, после которой на рынок будет отправлен приказ. Как это работает? Давайте установим два тейк профита. Делаем их 50 на 50. Стоп-лосс. И действие. Смотрите. Это может быть стоп-классический стоп-лимит приказ. Приказ на выход из позиции, либо на отмену всех других приказов. Начнем со стоп-лимита. Мы ставим триггер цену и цену самому приказа. То есть, когда рынок коснется триггер цены, тогда будет выставлен sell limit на продажу по указанной цене. Отменим. И с точностью до наоборот. Допустим, цена когда дойдет до верхней цены, триггер цены, тогда buy limit выставится по указанной второй цене. Как работает трейдаут, либо cancel all. Как только сработала цена, указанная в триггере, тут же сработал трейдаут. Платформа закрыла нас по рынку. Также можно изменить тип приказа на cancel all. И мы видим, что триггеры становятся один, допустим, трейдаутом, второй cancel all. Данные о рабочих ордерах, трейдах и открытых позициях вы можете отключать внизу. Точно так же активировать. Следуем далее. Перейдем теперь к возможностям окна ордеров. Chart type. В панели управления вы можете менять вид графика. У нас доступен баровый график. Количество отображаемых дней. Отображение max volume, open close, high low. Стандартный бар, где левая черточка показывает открытие, правое закрытие. Если поменять его на volume, то будет отображаться сцену с максимальным объемом в данном баре. И high low, это просто бары. Далее, тиковый есть график. В период в часах, за сколько часов отображать. Далее, боксчарм. Тоже стандартный, количество дней. Что отображать объем дельта, дельта в процентах. Таймфрейм, самого графика. Период бокса. Нижняя гистограмма. То есть стандартный бокс. И кластера. Также с понятными параметрами. Следуем далее. Подключение и отключение стакана. Арбитражный график. То есть здесь вы можете выбирать уже не один, а два инструмента. И совершать между ними арбитражные сделки. Подгружаются два графика. Это S&P в нашем случае. В данном случае и NASDAQ. По рынку все те же приказы работают. Допустим, Buy Market. И вы видите, что по S&P было куплено 10 контрактов. По NASDAQ продано. То же самое. Trade Out. Вышли. Отключили арбитражный режим. И далее. Lions. Если у вас еще какие-то графики открыты по выбранному вами инструменту. То вы можете автоматически скопировать с этого графика линии в окно ордеров. Вот я активирую. Видите, у меня появились линии, которые были поставлены ранее в кластер профайле. Отключаем. Теперь следуем по сетапу. Trade Out. Buy Time. Эта функция позволяет вам выходить по рынку. Закрывать все сделки. Отменять все приказы по времени. Время инструмента. Нужно это учитывать. И дату. То есть вы выбираете дату. Естественно, либо текущую, либо последующую. И выставляете время, в которое, чтобы платформа закрыла все ваши позиции и отменила приказы. Reload. Просто перезагрузить данные. Спрятать панель управления. Account Connections. Тут доступны все торговые шлюзы, которые вы можете использовать для подключения своих реальных счетов. Как западных брокеров, так и отечественных. Price Scale. Изменение ценовой шкалы. Chart Type. Эта функция дублируется. Выбор типа графика. Установка лимитов. Лимиты по объему, по ценовой гистограмме. Вот она слева. Либо временная гистограмма. Снизу. Grid. Нанесение по временной шкале. Разметки. Арбитражный деск. Есть отдельное видео. Вы сможете посмотреть отдельно. Здесь мы его не будем комментировать. Contract Specification. Это спецификация контракта. По каждому выбранному вами инструменту. Вы сможете ее посмотреть. Посмотреть, какие параметры. Минимальный шаг цены. Маржа и так далее. Master Slave. Это управление мастер и слейв счетами. То есть вы к одному счету можете привязывать другие счета. И они будут следовать за вашим мастер счетом. Об этом тоже у нас есть в видеотеке. Отдельное видео. Вы даже видите, вот внизу у меня после открытия арбитражных сделок были открыты позиции на слейв счетах. Фильтр по стакану. То есть здесь вы можете восстанавливать фильтрацию на стакан. На тот или иной объем. Настройка горячих клавиш. Опции. По опциям коротко. Здесь тоже вы можете настраивать размер шрифтов. Прятать размер счета. Или наоборот его отображать. Смотрите, отключать уведомления о совершении сделок. Вот смотрите, отправка приказов. Если вы хотите, чтобы приказ отправлялся без дополнительных вопросов со стороны платформы. Вот Confirm Order Send. Включаете Off. И тогда ваши приказы будут отправляться без дополнительного запроса. То же самое касается и отмены. Также здесь есть много других настроек. Они интуитивно понятны. Цветовые настройки. Поисковик тикеров. Остановить все локальные алерты. То есть, если вы вдруг установили алерт, который не можете понять, где он, почему срабатывает. То вот на всякий случай есть такая функция остановить. Управление десктопами. Клонировать окно. То есть, если вы нажмете на эту кнопку, автоматически появится еще одно откроется окно ордеров с такими же параметрами. Stay on top. Это быть поверх всех окон. Account List. Это список ваших счетов. Как я говорил ранее, по умолчанию их два тестовых и те, которые вы добавите свои реальные. Risk Management. Есть тоже отдельное видео по нему. LMI Trade Report. Это можете обращаться к нашим партнерам LMI Trade. Кто хочет принять участие в отборе, получить счет в управлении, пишите им. Теперь смотрите. В верхней еще панели есть Statement. Это отчет по совершенным сделкам полный. Приказы, трейды, закрытые позиции, открытые, кэшлоу, арбитражные позиции, эквити и так далее. Здесь можно посмотреть Performance Report. То есть, отчет о всех ваших сделках. Стандартный Statement с немножко расширенными возможностями. Благодарим вас за внимание.